приветствую вас господа и мы продолжаем прохождение сноураннер и так сегодня у нас юка и контракт пополнения запасов повезем мы длинные бревна в количестве трех штучек пару штучек я отвез там где нужно было подвеса вбрасывать но мы попробуем докидать остатки на наших прекрасных грузовичках взял я вот такой взял 131 прикольный повезет у нас еще наш урал который был в предыдущем видео и на камазе 6350 тоже свозим наши длинные бревна давайте начнем так на зелье мы поедем к этому складу в горах поедем по большей части по дороге но и будет немножко у нас заснеженного движения скажем так поэтому давайте приступим к доставке посмотрим как наши грузовики справятся с этим делом надо наверно фары включить на зелье на зелке так лоу передача дифференциал поехали неплохой такой сделал прям красивеньким кабинки у нас тоже все прекрасно приборы зеркала заднего вида все вроде отлично работает поэтому будем на нем продвигаться по нашему бездорожью посмотрим как он себя будет чувствовать в нашей доставке этих прекрасных длинных бревен кстати звук у него не похож ни на один из грузовиков которые доступны в игре вид какой-то оригинальный может быть с мэдраннера сюда засовывали звук я к сожалению без понятия как это работает но звук у него чисто так это нам немножко по правой стороне да мы наверно тут прям не поедем самую гущу события немножко здесь проберемся потому что я вот скачал крас 255 у него звуки как у тайги прям один в один так наверно нам топ супер быстро не понадобится может как-то тут застрянем или нормально проедем не знаю замечательно идет скажи вам в принципе уже ближе к утру можно пар отключать дифференциал тоже нам вроде как особо тут по дороге не должен понадобиться давайте на повышенной в горку нормально хорошо едет только мы без цепей я как-то цепи ни на один грузовик не надевал но посмотрим на наверно должны заползти в горку давайте дифференциал наверно должны добраться до верху давайте немножко ребятки все нормально теперь нам нужно скатиться вот это звук тормозов на повышенная он не так уж прям быстро едет нормально у него и типа 8 передач да самый мощный движок нормально нашу бытовочка когда-то мы сюда из забрасывали я забрасывал в количестве десяти штук до без цепей как-то немножко такое управление как сказать может же жилея минут скользко плюс еще груз приходится аккуратно себя помогать подруливать чтобы чтобы мы не этот не улетели не в отбойник не перевернуться ну тут можно и газку поддать в принципе немножко нам направо и мы там медленно медленно поедем я так думаю с дифференциалом по снегу интересно плюсы есть ставить точнее смысл вроде как едем да снег так переливается в разные цвета прикольно так а тут мы должны будем в горку подняться насколько я помню да вот в этот подъем неплохо так смотрится сам по себе зил это 131 очень даже так наверное надо немножко сбавить обороты да чтоб мы тут не застряли в горку все таки едем если мы зароемся хотя тут есть типа деревья но не особо мы прям быстро быстрее едем да если на максимум вставить передачу пониженную плюс давай друг подымайся подымайся да рассчитываем на тебя ну не скажу что он прям такой имба имба да имбалансный но может быть немножко есть такой имбовости опять же бензин он почти не расходует так это у нас тут заворот да ладно капец его дергает нам это дерево не помешает надеюсь это дерево не помешает тут можно и поддать тут вроде как грязи особой нету мы не должны зарываться по идее красиво смотрится сам по себе зил мне нравится звук у него такой специфичный зиловский он очень похож на оригинальный ну в смысле сам звук самого зила очень похож так и я брал то задание по моему брал поэтому заворачивать не будем нам надо быстрее наше бревна докинуть на склад опять тут от собачки гавкают так у нас тут будет небольшой спуск поэтому надо тоже аккуратно не перевернуться я тут может когда-то проезжал прям на сто процентов не помню как тут питаем все нормально это мы уже почти приехали прикольно этот движок затух мне понравился сделал прям не чувствуется прям супер им бой но это наверное к лучшему теперь давайте камаз повезем на склад а в лагерь уже поедем на урале нашим у него прям каваловский звук но смысле а зова да как-то камаз 6 на 6 я не нашел хотелось бы 6 на 6 они вот эту бандуру ну может я плохо искал просто я не знаю будем довольствоваться таким камазом это мы вообще нипочем да просто едет и все так а на складном куда я уже чтобы забыл а туда под также по дороге поднимемся только не налево прямо давайте посмотрим как камаз будет преодолевать такие водные преграды на этом мы тоже все нипочем просто просто едет стандартный гудок стандартный звук что-то там такое прям под водой неприятно может столб упавший там что на зереме тоже там какое-то препятствие преодолевали сейчас мы немножко повернем это повышенное мета в горку никак ладно такие здоровенные кореса такой дорожный просвет большой получаем урон но это чушь собачья да ну это прям имба имба прям чувствуется имбалансный грузовик тоже без без цепей без шипов давай только не заварись давайте салончик немножко осмотрим ну такой тоже добротненький сидушки конечно не четкие но ладно это все-таки модификация модель в игре да кстати вид с кабины хорошие мне нравится довольно много чего видно прям хорошо ну и куча зеркал немножко 5 штук но это нормально это хорошо так что так так Что-то я разогнался, если бы не начал так тормозить мы бы этот отбойник шатались немножко. Да, без цепей конечно такое, кататься по таким подъемам спуском. Продолжение следует... Конечно, хотелось 6х6 КамАЗ, как то он более приземленный, наверное, покататься, но не было в модах, я не нашел. Но был только вот такой. Ну, такой тоже прикольный КамАЗ. Нембалансный конечно, но ладно, что поделаешь, какой есть. Так, и наш последний Урал, на нем мы катались только для уже... как... для... прицеп для Бревен экран, вот такой прекрасный у нас. тоже для Бревен так нам надо посмотреть, где подниматься и как ехать. Так же по дороге, таким же маршрутом и наш лагерь. это мы либо тут будем забираться с длинным прицепом разворачиваться, наверное, будет неудобно, либо здесь подниматься, как мы поднимались, да, только ехать налево и как-то забираться. Ну, давайте попробуем. Ты застрял что ли? Ты чё, друг? Ничего себе тут лебедка, вы чё? Да и у нас... офигеть она длинная. Ну, это прям... жесть вообще. Вот это да. А чё не на соседнюю карту её не цеплять? Ну, конечно, с такой лебёдкой тут... вообще ничто не страшно. Видели этот радиус? Это жесть какая-то. Это мы вообще насрать просто на повышенной и поехали. Не, ну тут, конечно, мы зароемся, да? Да, это было зря немножко сделано. Ну, у нас есть, я не знаю, верёвка Супермена, лебёдка, верёвка. Но она как-то слишком длинная. Ура. Лебёдка, вытащи. Супер, что он уходит, пауз. Ну... Ура. Лоб. Ура. Ура. Вот тут какая-то хрень Либо камни Наверное Ну это прям лютая имба Нереальный баланс На грузовик И как-то вот на этой дороге ледяной Он ведет себя неадекватно Как у меня Уж слишком он маневренный на ней Ну как будто мы едем не по льду А по пыточной дороге Ну или может мне кажется Но как-то он слишком уж Если на зиле да было Ты чувствовал что ты едешь по льду На камазе ты тоже чувствуешь Что ты едешь по льду А тут ты не чувствуешь Что ты едешь по льду Ты едешь Ты просто едешь И все Тебе ничего не мешает Ой как больно было Давайте поставим день Чтобы было посветлее Давайте сразу дифференциал Чтобы все у нас было хорошо Ну как-то с такими бревнами Попроще сюда заезжать Так надо аккуратненько так проехать тут Попроще сюда заезжать Так тут у нас будет такой неприятный уклон Надо как-то аккуратно заехать Я даже не знаю как сюда заезжать Но будем потихоньку Ладно двигаться Мы посмотрим Ну как-то тут прям сильный большой Градус Уклон налево получается И сейчас мы заваримся Это наверное как-то снизу проще заезжать получается Ребят конечно у нас автономная Но мы Ну это прям вообще дисбаланс конкретный Надо было все-таки тут заезжать Потому что Ну видно было что тут перевернешься Ладно попробуем Немножко потыркаться Чтобы мы перевернулись Я сейчас попытаюсь встать так Чтобы мы забрались И надо как-то поставить Все это ровно Чтобы мы могли загрузить Наши бревна Посмотрим как этот кран работает Хватит? Нет не хватит Блин Беда печаль Давайте восстановим стрелу Надо как-то подъехать Аккуратно Мне хотя бы просто их в кузов забросить А упакуем Их уже когда поднимемся И тут на этом крайне нормально работает Вот этот механизм Не инверсия Как в этом В оригинале Да? А тут типа нормально работает Тут хоть показывается Сейчас встали Где середина Этого бревна Аккуратно Этого бревна Этого бревна Игра Аккуратно Ну это Игра Продолжение следует... 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 Тут можно полгода эту гренбревну собирать Короче, восстанови мне эту хрень Давай, Миша, давай все заново, все хуйня, да? Сейчас мой пукант зарвется просто от этих долбаных бревен Так Нам нужно положить Упаковать мы тут явно никаким образом не получится Тут поверхность неровная Не повторяйте моих ошибок, заезжайте не отсюда, а отсюда Ну, либо как-то, я не знаю Более скиллово, что ли Боже мой, как ты Странно, кран управляется Неудобно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Все, последнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долбанное дерево Боже мой, как ты меня уже бесишь Давай восстановим Стрелу Все Давай аккуратненько, чтоб вы не сползли Упаковать могу Отлично Такая немножко утомительная доставка Мы еще даже не доехали Но Заезжайте снизу Это будет гораздо безопаснее Да, если бы не такая имбовая лебедка Ну, тут понятно Нам надо тоже за что-нибудь зацепиться Да не за ближайшее дерево Господи Что-то как этот На же имбовая лебедка Давайте Да, пока Уже не важно, как Главное Доехать Вот там еще лужа Как это на стандартном Ком-то грузовике довозить Но это Не знаю Куча-куча времени Ладно Подведем итоги Мы закончили Канаду С новыми заданиями На Юкане Да И переезжаем потихоньку На Таймыр В Россию Перебрасываемся Там тоже несколько контрактов Тоже с бревнами Потаскаем Поэтому Сорян, что Так неудачно С бревнами заехали Я сам Не ожидал Что так получится Поэтому ладно Как есть, так есть Спасибо за просмотр Господа Подписывайтесь на канал И мы увидимся с вами В новых видео По прохождению Сноураннера Уже совсем скоро Давайте Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok